Пляж, куда мы бежали в трусиках прямо из дома, бежали сюда, играли здесь в футбол, волейбол. Море отнимало очень много времени, но это здоровье, это соль, это Черное море, оно очень ласковое, оно очень лечебное. Здесь мы с пацанами сидели, здесь пело бодзински с гитарой очень часто. Здесь ловилась рыба скумбрия, вся Одесса ела скумбрию и бычки. Каждую субботу и воскресенье Одесса шла на пляж. А как Одесса ходила на пляж, это отдельный разговор. Приходили мы к пляжу примерно в час дня, жесткая жара, дикая. Возле пляжа сидел человек, у него обязательно на резинке прыгал жук, колорадский жук. И он кричал, колорадский жук на резинке прыгает и лапками дрыгает. Не толпитесь, всем хватит, не толпитесь. Никого возле него не было. Не толпитесь, всем хватит. Раскрывалась клеенка и на клеенку выбрасывалась еда. Что там было? Это разговор отдельный. Обязательно оливье салатик, обязательно винегретик, обязательно огурцы малосольные, огурцы соленые, огурцы свежие, свежие помидоры, малосольные помидоры. Зелень, лучок, обязательно жареная печенка, жареные куры, жареная барабулька. Все выпивали за Одессу, закусывали, опять выпивали, опять ели, опять закусывали. Это было уже часа два. Дети кричали, хотим купаться. Им кричали, остынь, остынь. 33 грамма жары, остынь. Дети кричали, хотим купаться. Им говорили, ну давайте, быстро. Они бежали просто с тримглав и падали в эту воду. А здесь продолжалась выпивка, еда. Уже было часа, наверное, четыре, никто не купался. Все ели и пили. Какое-то время мужчины отпадали, женщины почему-то начинали делать маникюр. И вдруг истошный крик, где дети? Все бежали к морю, а там крики. Вау, вы не спори, Миша, вы не спори, Гриша, вы не спори. Я тебе руки-ноги поломаю. Вы не спори, я тебе перебью руки-ноги, чтобы ты был здоров. Выйди, я тебе сказал, ты будешь купаться только под душу. А он синий весь кричал, мама, смотри, как я ныряю. Мама, Миша.